Приветствую вас! Давайте разберем ваш текст, который вы пишете. Значит, по описанию получается так, что у вас, ну, депрессивное состояние, да, либо депрессивное состояние, либо депрессия. Вот, и как правило, в таких случаях сперва рекомендуется обратиться к врачу для того, чтобы исключить физиологические факторы, если, если таковые есть, вот. Вот, ну, потому что, мало ли, да, если вдруг у вас есть какие-то проблемы, да, если вдруг у вас что-то со здоровьем, вот. Конечно, не дай бог, да, ну, мало ли, а вдруг, вот. То есть это, как минимум, да, ну, нельзя исключать, вот. Вот, ну, данный, данный факт, да, нельзя исключать, вот. И поэтому его нужно либо подтвердить, вот, либо, соответственно, опровергнуть. Это необходимо сделать, ну, вот, именно, именно в вашем случае, в данном случае, вот. Потому что ситуация важная, да, ситуация сложная, важная, вот. И мне кажется, что вот так просто к ней относиться, ну, нельзя. Это первое. Второй момент, который хотелось бы отметить, значит, это момент, связанный с, собственно, вашим состоянием, ну, в целом, да. В целом с вашим состоянием, связанный момент, в целом с депрессивным состоянием. Депрессивное состояние можно определить по-разному, то есть у депрессивного состояния много. Достаточно определения, вот. И я наибольшее предпочтение отдаю определению, согласно которому депрессия раскрывается через подавление желаний. Подавление своих желаний, своих потребностей. Вот. То есть, исходить вам, да, именно исходить вам нужно из этого, ну, желательно исходить из этого. Значит, чтобы, вот, разобраться с тем, что с вами происходит на самом деле. Вот. Понимаете, да, о чём идёт речь? Без этого, без, вот, понимания данного процесса, будет сложно вам помочь. То есть, обратите внимание на то, что вы в себе подавляете. Обратите внимание на то, подавляете ли вы себе, какие чувства, если вы подавляете, вы подавляете. Как часто вы это делаете, почему вы это делаете, чем вы это объясняете себе и так далее. Вот. То есть, начинать всю историю. Начинать. А нужно вот, в принципе, с этого момента. Именно начинать нужно с этого момента. с раскрытия ваших потребностей, с раскрытия ваших желаний, с раскрытия того, что вы хотите. Сами для себя. Вот. Потому что, ну, есть, есть такое подавление, что всё, что вы делаете, всё это делаете вы либо для своего мужа, либо для ребёнка, но ни в коем, ни в коем случае не для себя. Вот. Что и приводит, соответственно, к подобной неудовлетворённости, которая имеет, имеет место у вас быть. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Надеюсь, о чём идёт речь. И, соответственно, это то, с чем нужно работать. То есть, учить вас слушать себя, учить вас слушать свои чувства, идентифицировать их, правильно выражать. И так далее. Поэтому задание, задание, которое я вам дам прямо сейчас, и которое станет первым шагом к восстановлению вашей нормальной жизнедеятельности, если вы будете это делать. Это отследить свои чувства, ну, то есть составьте список чувств, которые вы испытываете, ну, вот. и какие из этих чувств вы себе подавляете, а какие чувства вы, вообщем, не подавляете, каким чувством вы позволяете выражаться. Вот. Соответственно, аргументы в пользу запрета. Аргументы в пользу запрета выражения чувств необходимо. Источник, да, и далее подумайте над формами возможного, возможного проявления этих самых чувств, которые вы себе пока что запрещаете. запрещаете. Вот. То есть это вот то, что вам нужно сделать, то, что вам можно сделать прямо здесь, прямо сейчас, начать работать над собой, начать делать что-то для того, чтобы ситуацию изменить, и так далее. Вот. Если вам это интересно, если вы, ну, действительно нацелены на результат, если вы действительно хотите максимально отобраться, то вы начнете что-то делать. Вы начнете работать прямо сейчас. Вот. А если вам, ну, не очень, да, хочется, или если, например, выгода, вот, понимаете, да, тут еще есть такой момент, что ваше состояние, да, вот, именно ваше состояние, которое вы испытываете, ну, испытываете, оно, это состояние имеет определенную выгоду. то есть вот, а, вы ноете, да, как, 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 как вы, как вы говорите, вы ноете, ноете, и через нытье вы для себя что-то реализуете, через нытье вы что-то для себя получаете. Да. Что именно это нужно выяснять? Вот это вопрос другой совсем. А что именно? Что именно? Что именно нужно смотреть? Что именно вы получаете? Что именно вы получаете? Вот. Ну, от своего нытья, грубо говоря. Да? Вот. Вот. Ага. С этим нужно разбираться. Но до тех пор, до тех пор, пока не будет выявлено выгода, что вам дает нытье, до тех пор, я боюсь, что вы будете продолжать вести себя, ну, вот, так, как вы вели, потому что это позволяет вам получать то, что вам нужно. Соответственно, с одной стороны, это ваше желание, которое вы, ну, раскрываете, а с другой стороны, это, так сказать, когнитивный аспект, именно когнитивный аспект. Вот. Именно, именно аспект познавательный, познавательный, вот, значит, ну, в данном случае, да, в данном случае. Для того, чтобы вы разобрались с тем, для чего вы это делаете. Потому что человек, ну, это не то существо, да, не такое существо, которое будет делать что-то без наличия для себя выгоды. Вот. Я отдаю себе отсчет в том, что вы не осознаете этой выгоды, да, то есть не понимаете. Можно сказать, какая выгода, я же, по сути, ну, столько, столько проигрываю, как бы, да, вот, какая тут, может быть, выгода. Но она есть. Подумайте, что вы получаете, подумайте, что вы себе разрешаете. Вот. Ну, а мотивация и ваше состояние в целом, да, это хорошо вписывается в, скажем так, в картину апатии. Апатия, то бишь, нежелание делать то, что не хочу. То есть, вот, вы не хотите чего-то делать, вы этого не делаете. Ну, потому что не хотите. Вот. И все. То есть, это может, это может быть неприятно, это может быть, вы себя можете обвинять в этом. Но вы не хотите. И вы не делаете. И я считаю, я считаю, что в общем, в общем и целом это, ну, в данном случае нормально. То есть, делай вы то, что вы не хотите, делай вы то, что вам не нравится. И было бы все, может быть, гораздо хуже у вас сейчас, чем на данный момент есть. Хотя и с этим вы, возможно, со мной тоже не согласитесь. Вот. Ну, потому что, возможно, вы почитаете, что нет, хуже, чем сейчас уже быть не может и не может. Вот. Позвольте с вами не согласиться. Вот. То есть, позвольте высказать сомнения относительно, вот, того, что вы говорите. Хуже. Хуже была. Вот. Вот так. Значит. Давайте подумаем. Так, у вас, у вас сын два с половиной года. Так, ну, смотрите, значит, в последнее время пишите. Вы мне не хочется жить. Последнее время это какое? Вот это тоже очень важный момент. Да? То есть, нужно исключить вероятность пострадовой депрессии у вас. То есть, нужно именно исключить ее вероятность. То есть, вероятность того, что она у вас есть. Если вдруг она у вас есть, то, соответственно, это уже работа клинического психолога, психотерапевта, психиатра. Вот. То есть, это не работа психолога, именно. Потому что психолог вам здесь вряд ли поможет. Понимаете? Поэтому пройдите к вопросу серьезно. К вопросу серьезно. Если вы действительно не хотите, чтобы ребенок ваш страдал из-за того, что с вами происходит. Пройдите к вопросу серьезно. То есть, не нужно, грубо говоря, да, себя винить. Да, понятно, что вы ничего не добьетесь обвинениями, там, свой адрес и так далее. Вот ничего вы не добьетесь этим. Абсолютно. Скiej abra chess, если будете тебя обвинять. Ничего не добьетесь. Но, сenga, зато, зато, если вы, вот, ту энергию, которую вы тратите на обвинения, да, и самобичевание. Но самобичевание, если вы эту энергию направите хотя бы на те цели, те задачи, которые я вам даю, ситуация будет гораздо лучше. Для вас это будет складываться гораздо более позитивно. Ну и, соответственно, для ребенка вашего тоже, да и для муча, для всех. Но думать, конечно, в первую очередь нужно о себе и делать что-то нужно в первую очередь, конечно, для себя. Это, я надеюсь, понятно, потому что делать для других, да, вот как вы сейчас мне показалось, да, делать все для других, делать для других вы не добьетесь ничего хорошего. Потому что постоянно вы будете вынуждены подстраиваться, постоянно вы будете вынуждены там жертвовать собой. Кстати, некоторая жертвенность может быть связана с отсутствием личных границ, которых у вас может не быть. Это еще одна тема, это отдельная тема, да, личные границы, но вот ее затрагивать именно сейчас я не буду, потому что все-таки для вас достаточно. Для вас достаточно пока того, что я уже дал, вот, но личные границы тоже важный момент. Так что, да, если вам это интересно, то, соответственно, обращайтесь, будем работать, вот. Мужа своего тоже привлеките к работе, чтобы вы не одна были, вот. Устройте из этого такую, знаете, увлекательную, а интересную игру, в которую можно играть вдвоем, втроем, да, там и так далее. На самом деле участников может быть, сколько угодно, много, главное, чтобы цель была общая, да, то есть, ну, в данном случае речь идет о том, чтобы вы двигались к одному и тому, по сути, по сути. Вот, надеюсь, я понятно вам ответил, надеюсь, вы поняли меня, надеюсь, вы сделаете вывод, надеюсь, вы поработаете над заданием, которое я дал вам. Вот, ну, а, соответственно, о результатах вы сообщите либо мне, либо тому специалисту, которого вы выберете для индивидуальной работы, потому что, как я надеюсь, вы понимаете, что за один ответ вам помочь не для. Да, вот, то есть у вас, запрос у вас, помогите понять, да, вот, помогите понять, значит, понять, что именно с вами происходит. Ну, именно понимание, именно понимание того, что с вами происходит, вам ничего-ничего не даст. Как вы, наверное, уже поняли из моего ответа, поможет вам только работа, работа индивидуально, работа над собой, вместе с психологом, вот, вот это только вам поможет. И дальше я там вам тоже буду еще давать задание, да, то есть, ну, если мы будем работать, то буду давать вам задание. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, обращайтесь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.